Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По априкосам Это такое чудо, что в Красноярске вдруг такая тема Она единственная с такой темой И тут же рядом эти кедровики кедрами занимаются Ну тоже надо, кто бы спорил Мне кажется, эта тема важнее Так вот, смотрите Сейчас подхожу к главному Она сейчас в Барнауле Она занимается Учёбой И осваивает новые, как говорится, горизонты Для чего? Она имеет непосредственно отношение и ко мне Сейчас поймёте Итак, в своё время Максим Никитин Я вынужден повториться И причём с огромным уважением Молодой учёный Затворник Спрятался Занимался опытом и опытами И сейчас бы сидел бы где-то на Шивенькой зарплате И непонятно, чем бы занимался Вот, если бы не одно но Как это чудо Это может быть даже скорее, как Выиграть лотерею Выиграть лотерею в миллион Вот взял и журнал «Иностранный» напечатал А для нас-то это престиж И раскрутили его журналисты А вы знаете, что это имеет отношение ко мне? Нет? Смотрите Он-то не может этого и сейчас не знает Никитин Он доказал, что ДНК имеет вокруг себя Болтающиеся гены Которые вся наука считала Как мусорными И он доказал, что они время от времени Прикрепляются и начинают Менять свойства Так? Но он, конечно, не знал И наука сейчас не знает Что мы это не просто знали Вместе с Владенковым царством И небесным Юрием Юрием Алексеевичем Вот, мы двое Но мы доказали, что это есть реально Обидно? Конечно, обидно Вот А почему нам нужна сейчас Елена Александровна? И будет ли она наша? И меня доказали, что она будет наша Смотрите внимательно Итак Никитина, когда пошел звон Что у нас свой гений появился Тем более Затворник этот самый Чуть ли, как еще называют Затворников по-другому Отшельник И он все гений И только когда сам Мишустин Взял громко на всю страну Сказал У нас появился Настоящий ученый Никитин Это после стольких лет Прожебания Они же нас Затворников не знают И что мы это давно открыли Не знают Ну пускай так Все-таки наш И вот Коан Мишустин Премьер-министр И тут уже Теперь он Как там было Дальше сказано Теперь он почетный гость Он везде выступает Он везде на трибуне Он все это рассказывает Господи боже мой Конечно Наша история С Латинковым Началась Сейчас я объясню Почему Причем здесь Сириана Санна Она началась еще От Чарльза Дарвина Вы понимаете Чарльз Дарвин Знал что такое Вегативная гибридизация И знал что она меняет И навсегда Свойства растений Пришло времена Лысенко И Мишурина Но Политические игры Это самое А как раз его Можно сказать Что он негодяй Скотина Это Лысенко Вот И Мишурина Это самое Неправо А вот сейчас Генетика Генетика Знаешь что такое Генетика Это же Бетонная конструкция Вот Никитин Только сейчас Год или два Как вылез Наружу Откройте Вегативная гибридизация Лженаука Это Любого Разбудителя Академика Пнить его ногу Он все же Он будет Пьяный В дыми Но он ничего не помнит Не про это Но Скажи Вегативную гибридизацию Скажи Лженаука И вот Никитин доказал А мы Плевать Он гений Но плевать На этого гения Вот Лысенко Брак Значит раз Лысенко За Вегативную гибридизацию Значит нет Вегативную гибридизацию А значит И Железова нет И Латинкова нет И все Что мы натворили Я У меня Это Наболело На душе Смотрите Внимательно Вот Наболело На душе Ну Пожалуйста Вот такие вещи Смотрите Вот сюда Посмотрите Видите Вот Таких плодов В садах В России Нет ни одного И даже там Где я веточку Брал Нет ни того Это все Увеличение С каждым поколением Оно Когда я сделал Еще одно Великое открытие Ну Скромно говорю Я Железу Сделал еще одно Великое открытие Вот Сейчас мы к нему Подойдем Грозен Рапонис С каждым поколением Плоды увеличатся А мы только руками Разводим Вот так и получалось Вот Знаете Вот этот Персик Начался С этого Сказать Сейчас у меня Есть полу Где-то с ребенком Она была А вот Вот Это сиенец А начинался Вот с таких персиков Хасанский У меня был Вот такой Вот Первое поколение Привал 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 Ладно Идем дальше Сейчас я объясню Еще пару фотографий Но я без фотографий Значит я болтаю Три пачки Больше ничего Вот Смотрите сюда Я даже растерялся Ну ладно Вы скажете Это не вегетативный гибрид Тогда скажите А где-то в науке есть И это не вегетативный гибрид И это не вегетативный гибрид Ну у меня такие фотографии Не одна сотня Вы понимаете Да Так вот Слушайте дальше Вот Чуть-чуть пролистаю Знаете почему Сейчас скажу Сейчас скажу Сейчас скажу Вот Такие чудеса Скажем Фотография надо Это От любого Суна с этим Потом случилось то Что не дает нам продвигаться Сейчас я объясню Это было Двадцатый год Где он Вот Двадцатый год Ага И так значит Приезжает телевидение Это телевидение Должно было Показать Целую серию Целую серию Фильмов Вот Обеспечивший смысл Понимаете Почему у нас прогресса нет И почему у нас нет своих Вот Сейчас скажу Почему Ну Примерно так выглядит Вот так приезжает Это все Ну это реклама Знаете как Железу вручает Эту штуку Которую я тут же Подарил детям Сказал Что мне это не надо Я сад не опрышкаю Так вот Именно Через Мы с ним С этим товарищем Это один из ведущих Российского Ведущего Телеканала Усальпа Целый день На дичайшей жаре Мы Селены Александровны По очереди Рассказывали Рассказывали Как надо выращить Такой сад Вот то что вы видели Вот это все Рассказывали 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 Вот это ее мама Она тоже там была Ну что маму то убеждать Видите что Что творится Так сейчас я объясню У меня просто обида говорит Смотрите Мои девчонки Вот так подготовились Накрасились Это они С рекордного Рожей собирали С 40 ведер С одного дерева Вот Накрасились Мои девчата Это самое Нарядились И никто их Никогда не увидел И не увидит Почему Целый день Забраковало Это Сказали Ну конечно Он мне Неправду сказал Что Формат Не подошел Вот Когда он По телевидению показывает С любого Показывает С любого Кто то берет С свой фотоаппарат Смартфон Не смартфон Вот Взял Что то снял И тут же покажут Если это Кто то кого то Задавил Кто то кому то Морду набил А тут Целый день Бригада С 4-х С 4-х С 4-х С 4-х Нас замусили С Елена Александровна Как мы старались А я то знаю Причину Мы то Елена Александровна Что с тобой говорили Ну ка Не поливать Не опрыскивать Мы правда говорили Про матуш Про матуш Сад И про Он же Селекционный сад Да Так Никаких Фунгицидов Никаких ядов Неважно Они Фунгициды Ядовитые Или там Природные И все Ничего делать не надо Как бы они Эти фильмы запустили Их там было Десятка два Да Мы Мы это Самые Я потом Два дня Болел От этой Дикой жары Боялся Лишнее слово Сказать Все 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 В тему Я не знаю Как ты это Пережила Я в тюнишке Пятался Когда тебя Мусила Съемочная группа Ну и что Забраковали Не нужна Не нужна Новая Агротехника Телеканалу Нужен Только Чтобы Вот эти Вот эти Самые Вот только Чтобы Рекламируют Вот это Все И этот Телеканал Усадьба С утра Донаси С утра Донаси 24 Сот Купите 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 По наставить Десятки Флаконов Упаковок Купите 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 Этого Мне злость Говорит Просто Говорит Злость Вот Ну ладно Теперь Перехожу К главному Это уже Ближе К теме Итак Значит Что Пишет Не мне А переписка Елены Санны Смотрите внимательно Из этого Мы можем Определить Возраст Гена То есть Когда появились У сорта Теленое Качество Возраст Гена Помнишь Я рассказывал Что Железов Считает Что раньше Все растения Были Культурными А сейчас Могли Стать Утрачивать Качество Деградировать Теперь Это можно Очень легко Узнать То есть Железовая Константинович Потому что Не обладая Знаниями И совершенными Методиками Выявила Эту формулу Уже Многие Десятилетия Назад Поняли А она Она знает Что Это уже Открытие Которое Нужно Что сделать Подтвердить Мне никто Не Вот она Уже На Алтае Так И вот Она Дает Интервью Это чуть Раньше Абаканского Теллини Сейчас Объясню Насколько Все Важно Это все В одну Эту Как говорится В одну Дуду А потом Я объясню Когда И почему Она окажется На трибуне Нобелевской Конференции О чем Я мечтаю Сейчас 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 Короткий Монолог На Телевидении Это Это Абаканское Радио Сейчас Сейчас Немножко Тихо Слышно Но я надеюсь Вы Расслышите Это Важно Для меня Вы понимаете Когда Она будет Стоять На трибуне Нобелевского Комитета Может Быть Она Что-то Вспомнит Смотрите Зовут Константин Железов Достаточно Известный Человек Он Селекционер По Косточковым Культурам И Такой Признанный Профессионал Про Профессионал Абрикосы И Этот Человек Он Фермер Живет В поселке Красный Кутер Красневского Украина Против Савиногорска У него Большой Промышленный Сад И Большой Селекционный Питомик То есть Огромное Количество Невиданных Сортов Из Бельгии Из Норвегии Очень Много Выписывают Они Даже Есть Австралийские Сорта Которые На удивление Хорошо себя чувствуют В нашей Зоне И Они Вот Он И Его Сен Сергей Валерь Они Смогут Вам Полочь И Советом И Консультацией Никогда Их Кому Не Отказывают Нужно Все Я Остановил Запись Если Слышали Да Вот Почему Это Надо Потому Что Меня Не Будет На свете Когда Она Будет А Как Она Там Окажется Вот Это Самое Главное Ну Давайте По Порядку Чтобы Узнать Прохрустого Ложа Я Как Бы Подхожу К этому Как Автор Будущей Книги Итак Чтобы Узнать Сейчас Поймете К чему Это История Этого Выражения Снова Обратимся К греческой Мифологии Жил В Атике Страшный Разбойник Полипемон Прозванный Прохрустом Ну Да Вообще Родите Пригодится Он Он Просто Убивал Зашедших Путников А Укладывал Гося На Ложа И Смотрел Точно Рено Соответствует Росту Несчастного Если Гонь Был Длиннее Обрубал Ему Ноги Ну А Дальше Переход Естественно К К Так Вот Дальше Мы С вами Еще Пройдемся Уже Вместе С Северно Санны Вы Теперь Поняли Вот Из Этого Монолога Она Давала Интервью Абаканскому Радио Так Что Мы Как Называется Одна 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 Компания Так Вот То Чем Она Будет Заниматься Чуть Ниже Это И Есть Расшифровка Того Что Вначале Были Деревья Культурные Это Мое Утверждение Мое Открытие Так А потом Они Начали Дичать Ну Причин Для Это Было Много Вспомните Ледниковые Переводы Вот А потом Как И Черт Последний Перед Последнее Потепление Это 12 тысяч Лет Вы Скажите Может Вот Раз Интереса Может Ли Быть Селекция Не Просто Быстрая А Мгновенная Если дерево Живет 10-15 Допустим Лет 20 Ну а Полноценные деревья Даже плодовые Живут И 50-100 лет Природе Так Нет Ну и Что Получается За Тысячу Лет Допустим Есть Поколение А за Десять Систем Поколений Ну пусть Десять Поколений Могут Залей Поколений Пройти Селекция От Такого До Такого До Плодов Так Силограмма И Больше А Ну-ка Так вот Это Все Нам Преподносится Вот А мы Начинаем Все Сначала Почему Значит Та работа Которая Она поехала Учиться Так Значит Заработа Вот Она то и будет С помощью Та же Как в свое Время Никитин Но это Будет Более Интересная Работа Более Полезная И более Нужная В стране Это значит Ей надо Доказать Что Гены Культурных Растений Старше Генов Ну В целом Если брать Генотип Старше Чем Дикие А откуда Они на земле Взялись Готово Виде Извините Это Второй Вопрос Как-то О том И никто Знаете Когда Профессор Спросил Студента В отчаянии Говорит Одни Дройки Кругом Одни Двойки Подоставил Последний Вот Скажи Хоть На ответ Один Вопрос Я тройку Поставлю И пошел Ты Со злости Что такое Морское Воздуходышащее Животное 30 метров Что это Такое Шестиногие Семерук Профессор В отчаянии Что же Это Второй Вопрос Я Обещал Треть На Один И Протягивает И вот Этой Шестиногие Семерук У нас Сейчас В нашей Жизни И присутствует Место Настоящих Знаний И вот Она Должна Выявить Это Если Не подтвердится Что От культурных Произошли Дики Слава Богу Слава Богу Вот Это Генная Инженерия Сразу Готовая Предназначенная Для людей Сразу Готовая Предназначенная Для людей Вот Если Докажете Вы Понимаете Что Вы Сотворите Это Значит Что Дальше Уже Как Мы С Латинковым Не Только Мы Не Только Вот Такой Вот Один Сад Будет Или Несколько Садов Все Срочно Ученые Будут Срочно Брать Привайся Ножи Учиться Привать Поняли Ладно Теперь Давайте Все Дел Это У меня Задание От Старшего Поколения Сейчас Мы С Вами Будем Нам Надо Что Если Бы Преподавали В школе Все Как Надо Именно Так Как За Школьную Программу Можем Была Мои Вебинары Взять Там Дело Только Загрузить Договор Взяти Такого Специалиста Как Мой Талантливый Молодой Человек Павел Труценко Он За месяц Сделает Новую Программу Для Школьников Какая Должна быть Программа Я уже Коротко Говорил Каждому Только Поступил В институт Каждому Деляну Вырастил Наплодоносили И Будет Вырастить Чтобы Через Три Четыре Машины У тебя В саду Все Росло От перчиков До яблых Груш Раз Отвечать на вопросы Я 5000 В этих Самых И метод тыка 5000 фотографий Предоставлю Готовых фотографий И вот Глядя на эти Фотографии Будет Брать И Что делать Говорит Что он Видит На фотографии Вот Это Будет Второе А главное Это Все Таки Школьная Ой Институтская Программа Которую Сделает Даже Не я Потому Что Это Я тоже Могу Но Мне кажется Танцент Талантливый В этом Вопрос И Вот Это Все Надо А Теперь Внимание Когда То Было Сделано Школьная Программа Шестой Класс И Так Как Какой-то Идиот В свое Время Нет Я Эта Тема Большая И больная Я Помню Дикая Критика Абсолютная Очень Нищенские Зарплаты Учителям Так Еще Не давали По полгода А может И больше Я Помню Письма Отчаянные Это Когда В доме Была Одна Морковка Дала Ребенку А И потеряла Сознание На уроке И Такое Это Я И Голго Хранил Эти Письма Там Вся Боль Отчаяние Нашей Страны Вот И Тогда Тогда Все Должно Выглядеть Так Значит Кто 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 Сказал Хватит Надо Бороться С этим Главная Причина ЕГЭ Было То Что Было Дикое Невероятное Даже Не процентование Нет Это На втором месте Взятки 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 Было Четкое Это Как Называется Четкое Тарифы За двойку За тройку За четверку За пятерку Ну извиняюсь Кроме двойки Было Было И сказали А тот Контроль Будет Какой Будет Контроль Получил Сто баллов Прямая Дорога В науку Прямая Дорога В институт Ага Пришло Время Оказалось Что Самый Русский Язык Лучше Знают Жители Кавказских Национальностей Сто Баллов Ой Ладно Проехали Теперь Меня Интересует В данном Случа Что Хочется Чтобы Все Дети Действительно Знали Что Такое Природа Когда Ему Учительница Нет Не на уроке А в саду Это Школа Начинается Поднимет Листики Скажет Ценнейшая Вещь Расскажет Устики Устия Есть Как Они Пьют Воду Как Они Закрываются Чтобы Сберечь Воду Как Они Спасают Землю От Перевлажнения И от Потопов От Потопов Те Самые Которые Сегодня Ведь Кто-то Знал бы Что было Тысячу лет Назад Сколько Лисов Сейчас Лисов Кто-то Об этом Думает А если Вот так Листик 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 Вот Устица Открылась Закрылась Засуха Наоборот И вот Это Все Еще Тысячу Таких Моментов Вот Вот Должно Быть Школе А А Что На Самом Деле Вроде Все По Уму Татьяна Александровна Мы с Вами Второй Раз Первый Раз Мы Опозорились Мы С Вами Мне Кажется Сами Задавали Читали Вопросы Мы Их Эти Вопросы Значит Обсудили Прокомментировали Примерно Выбрали Что Тянет На Пятерку И В конце Канцов Оказалось Что Что Мы Хорошо Семь Семь Ответили Так Нет Почему Вот А потому Что Есть Такая Поговорка Что Один Дурак Я Не Привили Я Не Я Не Знаю Кто Автор Этого Надеюсь Он Никогда Не Прочитает И Не Будет Пить Валютол Но Поговорка Один Дурак Может Столько Вопросов Задать Что Десять Мудрецов Не Ответит Она Все Двое Было А не Десять Поехали Для Начала Я Цитирую Это Учеба Учеба Важнейшая Мои Фотографии Они Для Любого Класса Школьного Для Любого Института Университета Академии Они Важнейшие Таких Нет Ни У кого Там Где Рисует Это Все Херня Это Все 19 Век Автоматом Лень Было По Новому Сделать Цифровые Фотоаппараты Никто Ничего Не Придумал Вот Итак Прежде Чем Переходим К вопросам Их Интерпретации Я Покажу Одну Своих Фотографий Извините Не Первый Раз Разговорился Я Не Могу Иначе Это Все Должно Когда Перейти Уже По Настоящему Ну Не Может Быть Раз Там Нарху Такие Люди Значит Они Не Дураки Значит Приходится Или Прикидываться И Ломать Систему Сейчас Придется Будем Ломать Систему Вот Это Манджурский Абрикос Это Весна Вот Расставил Снег Что Мы Видели Лежали На Поверхности Снегу Я Все Прекрасно Помню Я Сфотографии Дел Сам Итак Снега Было Почти Колодку Вот Поняли Вот Не Было Никаких Этих Самых Огромно Снега Это Тает И Нее Тает И Нее Тает Нет Лучшие условия Были Созданы Казалось Бы Тем более Манджурские Абрикосы Тайги А Здесь Считайте Тайга Красный Хотор Это От Тайги От Отнятый Кусочек Ну С помощью Там Может Сжигания Выкорчевки Потому Что Когда Забросили Часть Этих Самых Земли Пахотные Она Тоже Сосами Заросла И Внимание Итак В природе Всходит Очень Мало Согласны Давайте Посмотрим Детям Расскажут Если дети Сами Не смотрят И Мечтают Школу Взорвать Вот Вот Это Взошла Видите Хвостик Видите Это Хорешок Вот Это Будет Саженец И Еще Внимание Гниет 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 Вот Подозрительные Ну Скорее Все Гниет Влево Вверху А вот Право Вверху Вот Я вижу Два Вот Эти Вот Крепенькие Но Процент Так Какой Смотрите Внимательно Допустим 3 И Сразу 3 5 10 3 Из 20 Вот Это Есть Но Вылезут Самые Самые Крепкие Внимание Почему Я говорю Мы Сейчас С вами Посмотрим До Какого Дебилизма Дошла Именно Г И Чего Я людям Научила Дело В том Что Сейчас Самое Главное Что Отчего Зависит Будущее Садов Об этом Не знает Никто Потому Что Мы Проверяли Как Антон Валерьевич Это Не Я Это Ты Взял Задал Вопрос Кому Ведущий Априкасоват России Ведущий Московский Ботанический Сад ТТТ Вот Глубина Заделки Семян Уже После Того Когда Она Видимо Сама Поняла Что Она Творила Когда Пропагандировала Канал Сама Они Гибли Гибли Из-за Глубокой Заделки Подчеркиваю Из-за Глубокой Заделки Так Вот Из-за Такой Заделки А Ей Это Неудобно А Антон Говорит А за Мно Несколько Тысяч Этих Моих Подписчиков Вы Скажите Женеза Прав Или Нет Ведь Уперлась Нет Все Мно 5-6 Сантиметров Вот Пожалуйста Вот Это Миллионы Раз Повторяется Миллионы Смертей Я Уже Не буду Это Еще Одна Фотография Для Будущих Этих Поколений Уже Посмотрели Все Понятно Ну Нельзя Заделывать Так Ну Нельзя 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 А Теперь Смотрим Как Стал Вопрос Когда Заметь А Вообще Речь Не Стоит От Этого Глубины Заделки Это Все Глубина Заделки Решает Будет Сад Не Будет Сад Здесь Большие Потери Здесь Стопроцентная Смерть Что я Выбираю Символическую Заделку На пол Сантиметра На сантиметр Когда Я допек Туда Ведущего Абрикословода России Последнее Я уже не буду Ее Фамилии Не буду Это Последнее Предложение Какое Было Антон Олег Вспоминай Ее Она Не Мне Она Тебя Ответ Писал Да Я Против Железов Ничего Не Имею Но Пусть Остается 5-6 Сантиметров А Потом Пусть Разгребут Немножко Ты Сколько лет Учила Калечить И вдруг Понятно Да Так вот Смотрите Получается Глубина Заделки Она Должна От чего Зависеть Четвертого Пункта Это Нету От Глубины Заделки Зависит Будет Дерево Не будет Будут Сады Не будут Вот смотрим Не имея Об этом Понятия Итак Сейчас я Поиздеваюсь Но я Должен Раз И уже Вот через 2 года Опять вернусь К этому Но я не могу Иначе Итак От количества воды Когда я начал Вот это Считать Думаю Ну начнем Это Воздухом Почве А дети Знают Что Количество Воздуха В почве Заметь Количество воды И воздуха То есть Количество воздуха Количество воды И количество Не просто воздуха В почве Оно же тоже По разному Полили Воздух Выдавлен Воды Стало больше Воздуха Меньше А разве Можно через Ее это Писать А дождь Прошел Что будет А Количество воды Увеличится А воздух Будет выдавлен То есть Это Абсолютно Глупый Не Не Это самое И перевариваемые Нормальными мозгами Вопрос Ладно Но нам то надо Еще пятерку Зарабатывать Да Ильина Садна Что мы делали дальше Читали дальше Размер семени Структуры Почвы Я и так И так Думал Нет Это Лично я считаю Что От размеров Семени Не зависит Я так Считаю Есть Млюгонькие Семечки А есть Во Как у моих Академиков Такие семена Такие Косики Нет Не зависит Вот Структуры Почвы Давай Вспоминать Первое От количества воды Давайте вернемся Еще к первому На глубине Один сантиметр Полили Посадили Забыли Идет день Два Три Почва Сохнет Сохнет Количество воды Уменьшается Где она Быстрее Чего Уменьшается Сохнет Больше всего Сантиметры На двух Сантиметрах Влажнее На трех Влажнее На четырех Влажнее На пяти Шести Еще влажнее Так вот Где собака Зарыта Садила Та дама Суперспециалист Вот А потом Все это В книге Все это Вот И Видит Что Чем глубже Садишь Тем лучше Вход Действительно Там воды Больше А железы Вырыт Сантиметры Борьми не Палил Хрен не Взошло Ну у меня Часть Зайдет Зато у меня Вот этого Не будет Смотрите Это Ваша Фотография Вот Эти Вот Семена Вот Эти Вот Скорлупки Они Вылазят Сами Закопаны Под землю Вылезли Когда Вылезут Это признак Здоровья Это я Уже Комментировал Извините Это означает Что чем Глубже Посадишь Смотрите Сколько Вот это Все Потом Сгниет Чем Глубже Глубже Всех Посажен Вот Это Это Мои Фотографии До Учебников Смотрите Где Корневая Шейка Здесь 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 И вот Здесь И вот Здесь Вот как Надо Чтобы Вот Это Вот Была Фактически На Поверхности Но Пусть На Сантиметр Так И Наконец Вы Скажите Я Болтун Или Нет Плюйте Мне В лицо Это Мой Ученик Смотрите Внимательно Видели Это Мой Ученик Вот Это Фотография Для Учебников А Не 5-6 Сантиметров Чтобы Получить Вот Это Вот Да В сухих местах Проходит Этот номер А потом На 5-й На 8-й Год Я Свидетель Этого Десятки Раз Если Не Сотни Сколько Садов Объехал Караул Сгибнет Абрикос Игибнет Че Энгибнет В наших Местах Самые Абрикос Лучшие Места На Это Нет Мудриться Погубить Глубокая Закопка Иссекатор Смотрим Количество Воды То есть Получается Если От количества Воды То надо Глубок Засадить Но речь О посадке Не идет Здесь Написано Глубина Заделки Тогда Получается Все Правильно Глубина Заделки Для того Чтобы лучше Взошло Тогда Получается Правильно Пункт Первый Размер Семени Структура Структура Почвы Почва Какая Бывает Глинистая Суглина Чистая Глина Да А тут Рядом Песок Супесь Еще Есть Другие Варианты Там Лесные И прочая Почва Вот Так Вот Глубина Заделки Зависит От структуры Почвы Тоже Зависит Если Размер Семени Во втором Пункте А потом Взяли И объединили В третий Пункт Запутали До конца Вообще Запутали Меня Железова Запутали Какое Выбрать И теперь Ведь Кто-то Скажет Количество Воды Конечно А размер Ну Наверное Все Таки Размер А Самого Главного О том Что Заделка Должна Быть Поверхностная Об этом Они даже Не знают Даже Нет Такого Идем Дальше Я еще Парочку Этих Вот Вот Как Оно Должно Быть Для Прорастания Себя Необходимо Кислород Вода Тепло Все Варианты Верны Мне кажется Самый Тупой Ученик Скажет Все Варианты Верны А зачем Тогда Такой Пункт Для чего Чек Учился Целый Год Если Ответ Напрашивается Сам Женщина Пишет Это очень Важно Почему Это имеет Отношение Прямое И к детям И к ученым И просто К дачникам Как она Пишет Я уже Покупала Осенью 22 Года Косточки Но Опыт Порачивания Был 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 Удачен Заметьте Внимание Так как Вишни Проросли В холодильнике Только в августе Персики Совсем Не проросли Только Несколько Абрикосов Проросло Поэтому И прошлой весной Посадила И они К счастью Перезимовали Вы Поняли Нет Еще раз Кислород Нужен Вода Нужна Тепло Нужна С чего Она взяла Держат До августа В холодильник Все персики Взойдут Персики В школе Проходили Субтропики Ну мне Грех смеяться Но Кто сказал И как это Случается Что Десятки А если брать За все годы Несколько Сотен Моих Вроде бы Учеников Ну в данном Случа Не учеников А вроде бы Просто Клиентов Которые мне поверили Которые знают Что у меня Отборные косточки Что они Вся Всходят Прекрасно Ну кто им Когда внушил В целом Сотням Это только Кто со мной Связывался А у меня Июня Они не Всходят Как не Всходят Вот Я начинаю Про почву Как почву Они в холодильнике До сих пор Легат И не всходят В чем дело Это Если люди Еще Знаешь Какие-то Но за того Нудные В чем дело Почему они у меня В холодильнике Уже В июне И вот Нашлась Человек Который В августе Ждет Всходы О том Что Коточка Коточка Рознь Расщепление Свойств Это вполне Научный термин Расщепление Это значит Одни Взойдут Другие Взойдут Третьи Взойдут То есть На следующий год Вот пропустили Да Вот Видите Пропустила По одну посадку Ну Пусть На вторую Пойдет Но просто Дождаться Ну допустим Мая Лучше апреля Если Апрель Уже тепло Ну посадите Все А кто Их Другие Надо Этому Учить Да Наверное В школе Для чего Вот этот Вот вопрос Для Прорастания Кислород Вода Тепло Он Помог Ей Этой Женщине Которая Может быть Даже На четверку На пятерку Закончила Институт Или Нет В школу В школу А детство Зрелости Может У нее Четыре Там В дипломе Стоит Скорее Всего Средний Бал Четыре Ей Помогло Вот это Вот Самое Знание Что Для Прорастания Кислород Да Холодильник Вот Что Нужно Знать Надо Настоящее Надо Настоящее Нужно Быть Только Практическое Вот Допустим Она Сдавала Допустим Она Сдавала Это 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 Не Свежая Ему Несколько Лет Допустим Она И ее Дети Ну И все Угадайте 90% Найдется Кто-то Скажет Тепло Нужно А тот Скажет Кислород И Ошибется А вот Все варианты Верны Это Правильный Вариант Но Он Ей Помог Когда Она Угробила Целый Год Несколько Коточек Абрикос Веси Не Взошли В Августе Перчики Не Взошли Это Что За Опы Такой Уважаемый Министр Просвещения Это Что За Опыт Такой А Нахрена Он Такой Опыт Нужен Попросите Меня Я Попрошу Троценко А Мы Сам Сделаем Это Сам А Вдвоем Вот Дайте Нам Грант Мы Вам Сделаем И Вот Тогда У нас Сады Появятся В конце Так Концов Чтоб Вот Этого Идиотизма Не Было Помните В самом Начале Четыре Урожая За Каждые Три Месяца От Посадки Семечки И вот Он Урожай И вот Он Прямо Аж Фотографии Этих Через Через Три Месяца Это Вот Из-за Вот Этих Вот Кто Вот Это Дебильное Дело Вопросы Я Не могу Иначе Отключайте Сидите Куда Хотите Только Не Ругайте Меня Хорошо Мы Про Схожесть Говорили Говорили А Почему Я Тебя Отдельно Совершенно Давайте Смотреть Ладно Пусть Там Была Прямо Схожесть Тут Потеря Схожести Надо Было Объединять Их Ну Давайте Смотреть Переизбыток Воды Сгнивает Моя Фотография Мне ее Прислали Человек Взял Мои Эти Самые Косточки И Посадил Часть Гниет Часть Проскрылась Видите Здесь Предельная Влажность Еще Чуть Чуть К Капель Воды И Все Сгнили А фотография Наглядная То есть Для Одных Нормально Проснулись Хоть сейчас Высаживали А другой Сгнил Так Это к чему Говорит Переизбыток Воды Следствие Переизбытка Воды Да Раз Казалось бы Давайте так Вот смотрите Недостаток Воздуха Воздух Воздух В почве Играет Такую же роль Там Находится Половина Любого Дерева Половина Он там Играет Такую же роль Как тот Воздух Который Мы Дышим Он там Есть Он там Должен быть Там Специальная Система Аэрация Канализация Вентиляция Там Все И Речь идет Не о том Что мы Каждый день Лопатой Калечим Почву В своем Саду Нет А возьмем Чуть дальше Ну Скажем Там все Схвачено Там все Это Так вот Там Недостаток Воздуха Может Повлиять А первый И третий Пункт Они связаны Перезбыток Воды Вода Выдавливает Воздух Оттуда А дальше Вступает Действие Обычные Деревья Итак Недостаток Влаги Устица На листьях Закрывается Все Это Сберегается Почему Потому что Если все Это не закрывается Урод То они Быстро Выпусть Быстро Уйдет Из земли Вся влага И дерево Погибнет Содержание Воды В почве Регулируется Самим Деревом И вот эти Два Пункта Первый И третий Недостаток Воздуха При Перезбытке Воды Так Достаток Воздуха Когда Не хватает Воды И вдруг Пункт Два Вот тут Тоже Другого Нет Любой Ребенок Скажет В чем Конечно Гибель Зародыша А при чем Тут Первый Третий Пункта Зародыш Погиб Причем Тут Недостаток Влаги Зародыш Погиб Погиб Еще Один Дебильный Это Там Было Слишком Легкий А этот Еще Легче На Кой Черт Все Это Надо Если Сидеть В шестом Классе Получается Я Не знал Это Уже Это Биология Потом Седьмой Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый Может Где-то Последний Класс Уже Что Потом По этой Дуре Судьба Была Связана С этой Дурью Там Выше Был Пункт На который Я Ответить Не Могу Ирина Сидела Рядом Со На Эти же Вопросы И Она Не Могла Ответить Потом Мы Гадали Там Было Сколько Штук Двенадцать Не Помню Сколько Мы Это Когда Уже Сами Семья Ставили Сколько Мы В конце Концов Заработали Бал Сколько А Ну Хорошо Если На Четверку Потому Что Где То Ошибешься Потому Все Три Правильные Я Не Все Показал А Все Три Неправильные Ну Нажимать То Надо Куда То Галочку Ставить Они Все Три Неправильные А Галочку Ставить Надо Все Три Правильные А Надо Выбрать Один Ну Еще Парочку Я Уже До Конца Хотя Не Все Вопросы Органические Вещества Содержались В семинах Растения Запасают Ребята У всех Есть Дети Внуки Терпите Слушайте Может Быть Кто То Из Вас Потом Действительно Ну Представим Себе Что У вас Дядя Министр Сельского Хозяйства А У Другого Дядя Или Тетя Значит Министр Этого Самого Просвещения У Ся Поставили А Нет Это Как раз На сельскохозяйство Поставили Женщину Значит Чья-то Сестра Или Ну Вряд ли Племянница Сестра Или Тетя Вот Как раз А вы Вхожи В этот Дом А вы Скажете У вас Такая Дебильная Это Самая Спасайте Детей Чтоб Они Не мечтали Взорвать Школу А может Дойдет Хотя бы Вот таким Путем Через Нашу Компанию Итак Поэтому Слушайте Дальше Органические Вещества Содержа В семнах Растения Запасают Для животных Чех Самое Интересное Открытие Библии Мать Вашу Я К этим Обращаюсь Кто Вот Этот Придумал Если Я нажму Для животных Чех У меня Опять Двойка Но Ведь Библия Написана Для животных И Человек Дальше Для всех Органов Растения Органические Вещества Конечно Только Смотрите Растения В семенах Для чего Семена Начинают Развиваться Появляется Корень Раскрывается Семя Доли Появляется Росток Вот Получается И второй Пункт Правильный Первый По Библии Второй Всех Органов Растения И Наконец Органические Вещества Запасают Для зародыша Семени Ну Самое легкое Понятно 80% Напишет Семена Тоже Легчайший Вопрос Но Некоторые А он не знает Что такое Здоровый Человек Из десятка Один Два Все таки Получит Двойку Напишет Всех Органов Растения Ну Логично А как же Органические Вещества Запасают И это Правильно А по Библии Для животных Конечно В итоге Для чего Чтобы это Все кушали Животные Люди Опять Дебильные Вопросы Во время Набухания Семена Увеличивается Внимание Последний Уже Не могу Уже У меня Злоба Простает Я могу Сейчас Такое Слава Сказать Во время Набухания Семена Увеличивается За счет Простания Логично Впитывание Воды Логично Ну Какой Выбрать Потому что Недостатка Воды Тут По-моему Любой Ребенок Сообразит Что Этот Пункт Нажимать Нельзя Галочку Ставить Ну Нельзя Как Они Набухают Если Воды Нет За счет Впитывания Воды Все Легаются Да Почти Все Но Это Скорее Всего Минус Это Скорее Минус А это Скорее Всего Да И опять Вы смотрите Всех Вопросов Третий Подряд Легкий А зачем Это Все Это Надо Было А это Красиво Звучит Познакомить Участников Изучение Процесса Фотосинтеза Но Вы Так Преподаете Фотосинтез Что В лучшем Случа Уснуть Хочется А в худшем Школу Взорвать Расширить Представление Участия Означения Листья Провод Женщик Вы До того Нарасширяли Представление Что Сейчас Тысячи Сотни Тысяч Деревьев Подвержены Подвержены Частическому Уничтожению Именно Листья Ведь Придумали Они Знаете Как Вот Я уже Пропускаю Придумали Так Что Если Вот Здесь Отрезаем Загущаем Загущаем До самого Предела Уже Дальше Некуда При этом Уничтожает Часть Листьев Вот Это Страшная Картина Жуткая Картина Это Это Если Не уничтожать Листья Нету Книги Нету Фильма Нету Статьи Нету Гонораров Обязательно Надо Эти Листья Уничтожить Теперь Я скажу Именно Про Сибирь У нас Сибири Получается Следующее Есть Такой Общинский 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 Один из Классиков Это Наш Ну Словянин Потому что Это Киев Это Литва Нет Это Латвия Это Белоруссия Это Украина Это Киев Киевский Университет Общинский Общинский Вот И так Юг России А пошло Благодаря ему И таким же точно Потому что Он классик Он Книги Это все Так вот Это Выглядело так Сейчас я вам Объясню Его Любимое Занятие Было Рассказать Людям Деревья Жиреют Они Жиреют До такой Степени Что Наглую Перестают Плодоносить И у них Нет стимула Чтобы дать Стимул Нужно Подвергнуть Их Таким Пыткам Расшифровую Его идеи Таким Пыткам Чтобы Деревья В муках Как можно Быстрее Закладывали Плоды И дали Потомство В муках То есть Он придумал Слово Напугать Напугать Теперь Объясняю Про Сибирь Откуда У нас Такие Обильные Урожаи Вы видели Позавчера Ведь Почти Все Вы видели Наверное Самый Этот Этот Самый Про Чернобаева Этот Мой фильм Про Чернобаева Мой фильм Про Чернобаева Это Мой канал Это Мой канал Ну и куда Он делся Куда Он делся Где-то Один из последних Был Сейчас Вот Дело в том Что Сейчас Это Абсолют Волшебника Я не могу Вам показывать Я только Вот так Вот смотрите Вот так Вот так Уникальнейший Человек Да Вот И у него Предельное Урожае Вот И Меня Уже А я жду Когда Кто-то Мне Скажет Константинович Ты сказал Что он Лучший Санавод Любитель Я сказал Он же Не торгует Ничем Вот это Любитель А Мы Остальные Кто Занимается Продолженность Мы как Профессионалы Мы Калечим Свои Сады И так Далее Из Ради Рад Детих И вот Пожалуйста Как же Так Он и Белит И штамбы им делают И рану у него на кольцо Так вот Ребята У нас В Сибири У меня тоже Я не жалуюсь на урожае Но где-то смотрю У него чуть ли не больше Чем у меня Вот А Тут Получается Так Значит Сибирь Богата Урожаями Наш район Наш По сравнению С Европейской Россией Уже Хотя бы Потому Что Где-то Их кормят Колят Где-то Тепла Достаточно И хрен Не могут Урожая Дождаться У нас Роль Это Кого Знаете Генерал Мороз Генерал Мороз Играет Роль Это Кого Знаете То Что Там Общинский Советовал Калечить деревья Чтобы давали урожай Напугали Чтобы мы Пугали У нас Это делает Мороз Я вам Показываю Еще могу Показать Сотни фотографий Я делаю Делаю Особенно Абрикосы Это Невероятно Они все В таких Страшных Морозобойных На них смотреть Жутко Но каждый год Просто метровые Каждый год Просто метровые Вот И тогда Получается Что Нам не нужно Специально Их Провоцировать Вот к чему Поняли А нам Это не нужно Когда Перешла Границу Юга России И дальше Пошло Содоводство Оно не сразу К нам пришло Оно шло Постепенно Вот За ней Потянулась Вот эта Страшная Технология Пугать деревья Вот Вот это Я хотел Сказать Вот Ну К сожалению Тут еще Нужны мои Некоторые Как это Называется Сахар Ради этого Все Делается Ой Я уже Столько раз Про это Рассказывал Вот И Количество Сахара От Которое Нужно Все И не только Она Нужна Грибам Она Нужна Червям Сахар Вот этот Вот Который Вырабатывает Листья Грибам Червям Муравьям Значит Этим Самым Бактериям У них Должна быть С почвы Должна быть Сладкая Нижняя Скелетная Ветка Нижняя Отрезали Ай Когда Режет А на них Нет Этих Самых Вот Этих Видите Они Уже Тут Отрезаны А на них Нету Раз Они Обычно Режут Голые А с листьями Как-то И неудобно Даже Показывать Что Отрезать Оно Все В листях Часть Листьев Нет Сахар Не будет Никогда И Как-то Не Калечивает Дерево И У тебя Будет Предельный Урожай Вот Как Тут Вот На Этой Фотографии Или Допустим Как Сейчас Еще раз Или Допустим Вот Здесь Вот Прекрасный Сад Прекрасный Урожай И Тогда Получается Что Вся Разница Только В том Что Мы Должны Иметь Не То Что Что Среднее А Выбирать Или Вот Такой Сад Как У Чернобаева Да Не Только У него Такие Сады Но Тогда Получается Что Он Хорош Сегодня Он Хорош Завтра А Однажды Представляете Считалось Что Сибири Холоднее Чем На Урале Чем Европейская Россия А По Ту Сторону Уральский Гор Европейскую Сторону Минус 40 Минус 45 Минус 50 Минус 51 Минус 52 Минус 53 Сколько Мне прислали Сейчас Подошел Сфотографировал 54 Где Баскирия Где Пензенская Область Да Теплее Всегда Но Один Такой Год У одних Это был Предпоследний Год А у других Последний Год И нет Такого Сада Понимаете У нас Сложилось Я Это говорю Это я бы Такой же Доклад Не надо Никогда Кидаться Украсть Ах У него Значит Обрезка На кольцо Ах Он Высокий Штамп Искореченный Вот Ах У него Побелка Так вот Друзья Мои Представьте Себе Что Однажды Здесь Случилось Минус 50 55 Как было На потусторону Этого Самого Урала Где в принципе Теплее И среднегодовая Температура Теплее Даже в эти Экстремальные Зимы Но деревья Не легче Они же Просто Погибнут Понимаете Теперь Почему Не погибают И так Понятие Микрозоны Ребята Объясняю Вот Значит У нас Сложилась Такая Система Это тоже Я уже О Я уже Полторица Говорю Я так Мало Скажу Но Вот это Я обязательно Скажу Наши уникальные Садоводы Я потом Специальный Фильм снимаю Я хочу Это Целый Если найдется Телеканал У вас есть Знакомых На телеканале Красноярск С Кемерово Видите Провалился Потому что Та бригада Была С Кемерово И хотя Они И Учат Это Сотрудники Телеканала Усадьба Российского Целый День У нас пропал Съемочный И оплакался Так Вот Ну Красноярске Там полно Телеканала Вот Телеканалы В Абакане Телеканалы Не знаю Минусинские Есть или нет Вот Садоводске Уже меня послали Сказали Мы не можем Ваши фильмы Показывать По Садоводскому Телевидению Нет Рекламодателей Дальше Продолжать То есть Если снимем То не ради Вашего фильма Не ради Того Чтобы Людей Сады Были Но Нужи Деньги От рекламодателей Они Под ваши фильмы Деньги Не дают Вот Это Страшная Правда И Тогда Получается Следующее Если Такой канал Найдется Я хочу Рассказать О наших Выдающих Садов Первая Волна Сейчас Ни одной Фамилии Не называю Некогда Вот Вторая Потом Случилось Страшное Результаты Были Уникальнейшие Вот Я сюда Приехал Хотел сказать На готовое Но еще Не было Такой Это как Запорожцы Когда-то Выпускали И В 83 Году Я Будучи Старшим Мастером На Никелевом Заводе Вручал Два Талона Своим Этим Работягам Одному От Жигуля А второму От Запорожца Талон На Запорожец 83 Год Весь Мир Уже Ездил На Маздах Тойотах И На Вот Так Так И Развивалось Также Был Прекрасные Сады Уже Все Было Но Ведро Яблок Наших Наших Отечественных Вот Сибирских Стоило Какую-то Сумму Но А ведро Это 6 Примерно Килограмм Туда Ведро 10 литров Входит 6 Килограмм Яблок И Ровно Столько Стоил Тут 6 Килограмм Ведро А Импортных Стоило 1 килограмм За эти же деньги И люди Брали Импортные Это потом Мы довели До этого Совершенства Это потом Уже Перестали Начали Врать Не мы Перестали Врать Начали Врать Уже Эти Южане Что это Сада Железовского Тоннами Продавали Железовского Вот это Имейте ввиду То есть Так Изменились Обстоятельства И Сейчас Пришло Второе Поколение Уважаю Безмерно Еще Недавно Это Самое Ну Издавайте Из живых Хотя бы Тотаров Остался Кудесник Значит Чернобаев Кудесник Этот самый Филиппев Кудесник Железов Сергей Кудесник Четыре пальца А Жестовские Все Больше не знаю Может еще кто-то И у всех Шикарнейшие сады Когда я приезжаю Чернобаеву Я говорю Открыто Это мне надо Сказать Почему Потому что Завтра Кто-то Когда-то Сказать Да Организуйте нам Встречу Мы заплатим Но чтобы Мы делали Этот самый Интервью В его саду Нам дал Тотаров Вы же сказали Что лучшие сады Сливовая Абрикот И Грушовая Это Тотаров Организуйте нам Встречу Пусть покажет Пусть поделится Это А Чернобаев А у Чернобаева Все мое 8% Сортов В виде чернков Перехал к нему И получилось Мое же На второе Пятое Или шестое Поколение И еще крупнее И еще Это самое Самое Красивее И еще вкуснее Вы понимаете Вот ради чего Мы живем И И Вот Это я хотел сказать Вот Вот это я хотел сказать И все Это зависит Сахар Производство Сахара Производство Сахара Производство Сахара А сахар Это вот эти вот Листики Нельзя Отрывать Еще раз Нам Нам Меня Это Заменяет Вот эту вот Пыточную Технологию Нам Заменяют Именно Мороз И у нас Еще Я Обязательно Это мое право И мы обязаны Сказать У нас Особая Микрозона Значит Бодно С мечеряшнями В этой микрозоне За 30 Или чаще Случай Вот Потом Данные Это самое Медиастанции Справка у меня есть Лежит в архиве Вот Кто скажет Обманул Знаете Коннику спорим Нет такой справки Тут же поспорю И найду Так вот Значит Вдоль Енисея Левобережье Самая низкая Температура Была За все годы Когда была Сейчас она Ликвидирована Вот Это медиаслужба Она была 38,5 Минус Самая низкая Температура За все годы Вот тут-то Как раз Вот тут-то Как раз Можно вырастить Все Вплоть до черта Я давно Не был У Жестовских Обрыв Енисея Вот Значит Говорят У него Персик Ну надо Заехать Ну несколько лет Как не брал Интервью Все Зашиваюсь Вот У них Персик Два или Три Человеческих Роста Не укрытых Соответственно Вот У Тотарова Этот На Обрыве Ниже Незавязающей Несей Вот там Где как раз Метеопост Был Недалеко Вот Чернобаев Городская черта С другой стороны Несей Тоже микроклимат Вот Все можно вырастить И тут возникает вопрос Он Это Очень важно А у меня Валерий Константинович Все в этих самых Раны на кольцо А у меня Валерий Константинович Урожай По крайней мере Не хуже ваших А ваши лучше Вот Но Это очень важно Для будущих Преподавателей Для всех Кто меня слышит Вот это Еще есть один Специалист Который Живет В Минусинской Котловине Такое Предательство Когда он Вслух Рассуждает Закапывает По прививку Выше прививки Вот Живя В совершенно Сухом месте Так вот У нас Зона Засушливая У нас Малоснежье Включая Того Последнего Что я сказал Вот У нас Значит Вы знаете Главный враг У этих Главный враг У обрезок На кольцо У этих Ран У этих Не вот такие Как на экране Это Это Просто Загущение Дурное Тупое Неграмотное Вот Рана Кольцо Главный враг Это сырость И человек Может жить В одном месте Прекрасно Фактически В сухом месте Страдать От того Что не хватает Влаги Мучиться С поливами И считать Что вот Теперь Это мой опыт И все Херня И у меня Рана на кольцо И сад Это Только что Жизнь покороче У такого сада Только Жизнь покороче А придет Эта же технология В Ленинградскую область Все тут же сгниет И дальше У меня фотографии Фотографии И я просто Вот это хотел сказать Нельзя переносить Мясечковый опыт На всю Россию Потому что По ту сторону Было 50 55 Самых обыкновенных Этих Регионах С так называемой Средней полосой Заметьте Не приполярные округа А средняя полоса 45 50 55 Потери Страшные Жуткие А сидеть Пальцы гнуть Что у меня Тут это самое У меня Сад жив Поняли Да Мясечковая технология Нельзя переносить Мы делаем Все заранее Загодя Сколько Я у меня Этих самых Из-за глубокой Посадки Я видел Мертвых деревьев Сколько Я видел Скалеченных Деревь Так Я не могла Написать Что именно Железовские Саженцы Вырастут Дикарями Ну выкрутилась Эта Специалистка Выкрутилась Не могла Написать Написала И вот Это вот Вы знаете Когда человеку Ну уже все Уже пойман за руку Уже ясно Что не прав Что Ты подводишь Людей Уже не я Обо мне Спор идет Существует Общее правило Семян Врастают Дикари Вот Все равно Вот не может Общее правило Но отвергнут Это общее правило У меня Сотни фотографий Из других садов Сколько я их Уже показывал Какие дикари Ваулин Директор МГАЗского Института Из моих дикарей Якобы Вырастут Прекрасные Плоды Урожайные Все Он сделал С этого Сенсацию Он присвоил Себе все И технологию И это Как будто Он их даже Сам родил Взял и родил Эти косточки А я ему Готовый саженцы Выслал Стать И вот Ну невозможно Так-то Понимаете Мне сидеть В дураках Еще сколько Существует Общее правило Сколько мне Еще в дураках Сидеть Еще раз Показать Эту самое Куда она Делась-то Господи Вот это Фотогалерея Здесь Еще полно Этих Которые Мы называем Как Мы их называем Корнесобственные Тут их полно Вот Вот скажите А нет У меня там Ниже есть Все Я не могу Успокоиться У меня осталось Господи 24 минуты Говорить Вот Ну Про Тристи Глаза Специалист Ну Зачем Так Тут Столько Выращенных Из этих Мне Пришлось Так Стараться Если Вы знали Я жалуюсь Вам Шушенский Район Сыновья Манджурского Абрикоса А ему Самое Дикое Надо было Баулину Уже Когда Баулину Уже Когда Он Убедился Что Мои Лучшие Пати У этих Пример Приводил Тут 50 Килограмм С моего Дерева Которое У него Выросло Подчеркиваю С моего Я его Родитель Не он Я А у соседнего Научного Убуждения 500 Грамм Еще раз 50 Килограмм И 500 Грамм Это сколько Получается 100 Раз Или 1000 Ну Считайте Сами Так вот Мне Пришлось Так Стараться Подавать Дикарей Чтобы У них Не было Влияния Этого Культурных Внимание Вот они Подавай ему Дикарей Подавай Дикарей Подавай Дикарей Подавай Дикарей Подавай Дикарей Ну тут И культурные Дикарей Ну а как же Без этого Вот Обе Дикарей Ну И что Это самое Ну уже Раз уж так Получилось Железом Ни при чем Ну тогда Тем более Скажи Вы меня Не поняли Нет такого Правила Отменил его Железом Железом Его отменил Нету его Дикарей Другого пути Самых импортных Это Эти значит Иммунные Эти неиммунные Эти боятся Сырости Эти не боятся Эти покрываются Паршой А на этих Почему-то меньше Три Вот А на этих Меньше Грибов Не понимая Что Это зависит Только от Иммунитета А помнишь Уважаемая Лариса Другой Цитата С твоей Извини Завелся Когда Асофрон Слав Железов Считает Что Кометь Ее Неприкосновенно Нельзя Трогать Это Лекарство Не трож Нет Опять Берем Нож И режем Срезаем Ну как Не перестроиться Ну если Ты не знал Железов Ну теперь Ты знаешь Ну нельзя Ж так То Это мы проходили Нанимаете Профессионала И он Вам это Платите Вот такие Деньги Заметьте Заметьте Это за Каждое Заметьте Ооо Три тысячи Детально Пять тысяч За каждое Ооо Ооо Молодцы ребята Вот А я Специалист По промышленной Безопасности Где твой пояс Эй Залез На второй этаж Где твой Монтажный пояс Ты че Ведь рано или поздно Сверлишься оттуда Деревья Хрупкие Знаешь Какие они Ломаются Тем более Ты и сами Калечишь Они еще Более Хрупкие Пропускаю Эту тему Вот Эту не пропускаю Ребята Омоложение Быстро Мгновенное Не вот Этого Не вот Эта Херня Когда он Просто делает вид Что он Обрезку делает Он Этого Кто ему Пять тысяч За это дерево Заплатит Мозгин Допутрил Она делает Ран Резет только На кольцо А оно Не туда Оно не так Тут и так Как-то веток Да нету Ни хрена Деревья Голые Посмотрите Внимательно Смотрите Налево Деревья Покрыты Грибами Видели Вот Что тут Есть Так вот Вы будете Резать Так Придет Пора Постарели Вы Постарели Деревья Берете Бензопилу Раз Два Три Мой Помощник Лесорок Делает За несколько Секунд Дальше Торец Замазывается Густой Машинной Краской Вот И Два Года И выстава С плодами Заметь Поснулись Почки Уже Не эти А те Не Не Верене Почки А это Поснулись Уже Это Уже Это Клетки Проснулись Это Особый Случай Это Уже Тема Другого Разговора Но Главное Вот Так Вы Будете Режать Одним Движением И не Трогать Ни Одной Ветки Второстепенной Кроме Вот Эти Скелет Биолог Умнейший Мужик Как он Заступался За местных Производителей Четырежды Только За Месяц Показали Его Поэтому Вот Сейчас Ирина Александра Если Ты Меня Слышишь Вот Именно Вот По Этому Каналу Ты Будешь Давать Интервью Через Две Три Недели Вот А я Специально Я Спросил Твою Будешь Это Смотреть Именно Этот Ребинар Будет О чем Поговорить После Все Что Я Молол Полтора Чита Вообще Два Чита Вот Уже Пора Сменить Я Уже Года Три Прошло Больше Я Не Вижу Хотя Постоянно Местное Телевидение Ключено Вот Приезжают Каждый Раз Каждый День Вот Сейчас Ну Не Часа Нет Ну Через День Но Абаканцы Константинович Завал Саженцев Весь Город Завален Саженцами Они Все Умрут И Человек Приезжает После Когда Все Выбросил Не До Того Телевидение Молчит Елена Александровна Я Для Тебя Это Все Все Передачу Готовил Вот И Премия Татья Побещал Какую Ну Крайнем Случай Ты Уже Ты Главарят Государственной Премии По Краснодарскому Краю Ты Умница Ты Талант Премия Это Когда Ты Докажешь Что Если По Железу Прав Если Вначале Появились Культурные Семена Ой Я Заговарив Культурные Растения С Крупными Вкусными Плодами Предельными Ну Вы Знаете Что Мы Достигли Чего 500 Солочайшей Груши 500 Солочайшей Яблони 100 120 А Уже По Солочайшей Уже 130 Грамм Мои Абрикосы Мои Сорт Образцы Сливы 100 Граммовые Чисто Сладкие Южные Вишни Которые В моем Районе Растут Персики Увеличил Размер Пусть Еще Скромные Оставим Увеличил Все Это Уже Докажешь Ну Если Мы будем Изоляцией Ну Государство Премия Получит А почему Нет Тебе Дали Премию По Крайон И Диплом Дали Значок Красивый Ну Давай выходи на этот уровень Потом пойдет Коцарской телевидении Потом У меня телеканал Усадьба Пока не будешь Рекламировать Все эти яды А ты их никогда Рекламирует Не будешь Субтитры 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 Субтитры